Проект «Монастырская тропа» или иначе «Тропа покаяния» – это своего рода дорога к храму с легендой и местами для фотосессий. Помимо этого, по мнению тороператоров, здесь необходимо создать зоны отдыха, открыть кафе и миниатюрный этнографический музей. В селе Лесное живут в основном греки. По сути дела, это дома черкесов. У них есть вечерки для черкесов. Вы хотя бы здесь делайте дом грека. Поставьте посещение быт грека. Монастырская тропа будет работать круглый год. По этому проектам предусмотрено два вида маршрутов – летний по руслу реки, зимний по навесным мостам. Протяженность пути – 300 метров. Экскурсоводы будут рассказывать легенду о монахе, который жил в этой местности. Обустроено и то место, где, по легенде, отшельник молился о защите поселения от врагов. Конечной точкой тропы станет женский монастырь. В обители туристов будут угощать монастырской выпечкой. Следующей точкой в маршруте объезда стал скайпарк. Организаторы аттракциона говорят о растущей популярности парка экстремальных развлечений. Например, чтобы попасть в выходные дни на так называемый банджи-джампинг, необходимо записываться заранее. Это значит, что туристы в Сочи поехали, и каждый из них находит себе развлечение по душе. Однако этому и многим другим развлекательным объектам Сочи не хватает собственной туристской инфраструктуры. Об этом глава города говорил уже на встрече с местными жителями. Молодежь очень любит вот такие виды туризма. А вокруг этого должно все развиваться. Естественно, должны появиться рестораны, естественно, появятся павильоны, торговля. И я принял решение, чтобы отремонтировать дорогу туда, на Казачий брод. Ремонт, нужный дорогам в Молдовском сельском округе. Некоторые из них были подмыты во время недавней стихии, как, например, улицы Некрасовская и Ивановская. Предложения о выделении средств на ремонт этих двух улиц, а также еще 34 пострадавших от потопления, направлены в администрацию Краснодарского края. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.